Вот это вот включение в ЮНЕСКО, я хочу отметить, это не для нас даже надо. Это нужно для нашей молодежи. И в первую очередь для тех, кто учится в Казанском федеральном университете на кафедре астрономии и космической геодезии. В 1810 году в Казанском университете появилась первая в России кафедра астрономии. Ее основал австрийский астроном Йозеф Иоганн Литтер. В 1837 году была построена обсерватория во дворе главного здания Казанского университета. В конце 90-х годов из-за ухудшения состояния здоровья астроном отошел от практических наблюдений и передал все уникальное по тем временам астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене, обсерватории Казанского университета. Именно ее ЮНЕСКО включило в список всемирного наследия. Такое решение было озвучено в сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Основателем нашей обсерватории является Василий Павлович Ингельгард со своим другом Дмитрием Ивановичем Дубяга. Василий Павлович Ингельгард в свое время подарил Казанскому императорскому университету самые наилучшие по тем временам астрономические телескопы. И наша обсерватория загородная, которая была создана, скажем так, опять-таки с его помощью и под руководством Дмитрия Ивановича, мгновенно заняла самые высокие рейтинги мировой астрономической науки. Татарстан работал над включением обсерватории Казанского университета в список ЮНЕСКО с 2019 года, но рассмотрение заявки практически не анонсировали. Решение о включении обсерватории в список было принято в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Саудовской Аравии. Она должна была пройти в прошлом году в Казани, но ее перенесли. Теперь в России находится 31 объект всемирного культурного наследия. Четыре из них расположены на территории Республики Татарстан. Помимо легендарной обсерватории, это Казанский Кремль, историко-археологический комплекс Болгар и монастырь в городе-острове Свияжске. Ряд стран, Эфиопия, Замбия, Италия, Эфиопия инициировали решение о включении обсерватории Казанского университета в список именно в этом году, поскольку это значимое событие. 23 июня 2013 года состоялось торжественное открытие планетария Казанского федерального университета, построенного на базе астрономической обсерватории имени Энгельгарда. Сейчас семь ее объектов включены в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры, главное и административное здание, павильон телескопа Гелиометр, Южная Мира, Усыпальница и другие. Разумеется, это большой стимул, во-первых, продолжать научные исследования, которые в Казанском университете проводятся, потому что в номинацию именно они были тоже включены. И историческое значение, начиная от образования обсерваторий астрономических и до сегодняшнего момента, это является очень важным фактором, что мы участвовали в международных проектах. Включение обсерваторий в список всемирного наследия позволит увеличить туристический поток. Здания астрономических обсерваторий Казанского университета сохранили свою целостность, аутентичность и первоначальное научное функционирование, и устойчивое развитие. Как городская, так и загородная обсерватория до настоящего времени выполняют первоначальную научно-образовательную функцию. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.